Бог живет среди словословий. Все расселись, да, уже? Ап! Привет! Ап! Бог живет среди словословий. Вы знаете, почему написано, что из уст младенцев и грудных детей Он устроил себе хвалу? Дабы. Безмолвным. Мрага и мстителя. Вы знаете, Бог делает себе хвалу в людях, которые не разумеют и не понимают Его. Те, которые приближаются и близки уже, и они могут знать о Боге даже все, они перестают Его славить. Я пришел к выводу, что прославление – это очень важно. Хвала очень важна. Без хвалы не может быть движения вперед. Вот церкви, служения, в нашей жизни Бог живет среди словословий. Смотрите, если Бог живет среди словословий народа, и мы хотим, чтобы мы двигались с Богом, нам надо что-то сделать со своей стороны. Нам надо научиться Его хвалить. Вы знаете, бывает, когда мы приходим к Богу, мы не понимаем, не рассуждаем, мы просто славим Его за то, что мы встали с утра, за то, что у нас есть что-то выпить, кушать, или вода в кране, чтобы помыться можно. Правда? Некоторые благодарят Бога за ерунду, но с возрастом мы уже привыкли к этому. Мы утром встаем уже по привычке. У нас по привычке происходит все уже. Жизнь по привычке. И вы знаете, и нам уже не надо благодарить Бога. Мы уже все, мы уже все умеем. Сами даже. Мы добываем хлеб сами, мы уже все делаем сами, а Бог нам уже не нужен. Но тут восстает еще один нечистый дух. И Библия говорит, пожирающий, он приходит в нашу жизнь. Вот некоторые перестают хвалить Бога и благодарить Бога за то, что имеют, и приходит пожирающий. Бог живет среди словословий. Из уст младенцев и грудных детей Он устроил себе хвалу, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Смотрите, интересная вещь. Из уст младенцев и грудных детей. Вы знаете, интересно, когда Иисус въезжал в Иерусалим, было нечто особенное. Вы помните, как это происходило? Это 12 глава. Иван Леотеана. Давайте откроем вместе. Как встречали Иисуса. Как мы должны встречать Бога. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышали, что Иисус едет, 12 стих, в Иерусалим. Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали. Асана благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев. Я раньше не осознавал этого, но люди делали это неосознанно. Вы понимаете, что то, что они осознанно Его предали, это было осознанно. По рассуждению. Собрался даже Синедрион, и они решили. Они приняли мудрый вердикт. Лучше пускай один умрет, нежели страдать всем. Это мудрость. Осознанно. И вот хвала, она имеет такую способность, что когда ты неосознанно славишь, приходит сила Божья. Но Бог ожидает от нас осознанной хвалы. Бог ожидает от нас, когда мы приходим уже в возраст, и мы знаем все. И мы понимаем, как жизнь устроена, но мы все равно Его хвалим. И некоторые говорят, ой, у меня депрессия, я не могу. У меня проблемы, я не могу. У меня все хорошо, я не славлю Бога. Бог живет среди словословий. И я вам хочу сказать, тебе нужно пересмотреть свою жизнь. Потому что если тебе сейчас стало сложно благодарить Бога, славить Его, значит, что-то у тебя не так. Или ты повзрослел, и ты живешь уже в другом мире. Или тебе сложно, потому что есть какие-то сложности в твоей жизни. И ты не понимаешь, что Бог создал тебя для хвалы. Бог создал человека для своей славы. Мы созданы для славы Божьей. Я вам хочу сказать интересную вещь. Я не знаю, что мы на небе будем делать. Может, там огороды будут, может, там еще что-то будет. Ну, я не знаю, честно. Я не знаю, пойду на небо, посмотрю и увижу. Но я знаю четко, что там будет. Бог, который обитает среди словословий. Хвала там будет непрестанно. Работа будет для всех. Кушать там не надо уже. Ну, если кто захочет, наверное. Ну, хотения не будет. Но слава и хвала там будет. И вы знаете, здесь мы живем, на этой земле, знаете, мы тренируемся. И если ваши тренировки, они не пошли вам на пользу, то, придя на небо, мы встретимся с Богом, который желает услышать от нас слава Богу. Мы говорим, ой, мы пришли от тяжелой скорби, от проблем. Но я не вас так учил. Я не учил вас так, скажет Дух Святой. Я говорил вам о хвале, о прославлении. Я буду читать некоторые местописания еще. Смотрите. Иисус же, нашедший молодого осла, сел на него, как написано. Не бойся, дочь Сионова, этот царь твой грядет, сидя на молодом усле. Ученики его сперва не поняли этого. Вот почему я говорю, что они не понимали, что они делали. Неосознанно. Младенцы еще. Младенцы во Христе, знаете. Они делают, не понимая чего. Некоторые делают, не понимая чего. Повзрослели, все, уже не делают. Повзрослел, наверное. Тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из глоба Роба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой. Видите ли, что не успеваете ничего? Доброжелатели говорили совсем по-другому. Дьявол всегда пытается забрать хвалу от вас. Всегда он забирает того, которого вы видите. Вы знаете, Иисус, который пришел на эту землю, он спас вас. Он дал вам познание о себе, чтобы вы видели его всегда перед собой. 12 глава евреям написано, взирая на начальника и совершителя веры вашей, проводите путь странствия вашего. Потому что когда мы смотрим на Иисуса Христа, взираем на Него, в нашей жизни что-то меняется. Смотрите, что хвала делает еще? Хвала меняет наши размышления и рассуждения. И вы знаете, мне нравится, когда мы рождаемся в Боге. Давайте откроем третью главу. Они славили Бога очень часто. Третью главу, не третью, вторую главу Деяния Апостола. Когда сошел Дух Святой на учеников, они начали говорить на иных языках. Но всем же интересно, о чем же они говорили? Вы знаете, о чем и что у них было в устах? Что Дух Святой говорил через них? О великих и чудных делах Божьих. Он прославлял Его. Что говорили там пастила и одежды и пальмовые ветви? Это Тот, Который воскресил Лазаря. Это Тот, Который Господь. Благословен грядущего имя Господня. Слава заключается в том, что Он сделал для кого-то и для тех людей, которых ты видел и встречал. Хвала заключается в том, не то, что ты даже чувствуешь, а то, что ты знаешь. Они славили за Лазаря. Они прославляли Его за то, что Он воскресил из мертвых. У тебя есть за что славить Его. Кто-то был наркоманом, алкоголиком. Кто-то в своей жизни не видел радости. И он осознавал, что Бог его не любит. Но ты тут вдруг понял, что Бог тебя любит. Знаешь, что нужно делать для этого? Скачи. Прыгай. Танцуй перед Ним. Знаешь почему? Потому что Он полюбил тебя. Вы знаете, когда дети радуются, что они делают? Не, серьезно. Вы видели когда-нибудь детей радующихся? По Ним видно, что это радость. Она не глубокая. Она не такая... По Ним видно. Радость пред Господом. Есть подкрепление. Если ты знаешь, что сделал Бог в твоей жизни. Если ты чувствуешь это, тебе надо хвалить Его. Всем сердцем. О, всем сердцем. Как это же всем сердцем? А если у меня нет ухвалы в сердце? Значит, у тебя Духа Святого нет. Значит, у тебя силы нет. Значит, у тебя Бога нет. И Бог твой бездейственный. Иди к другому. Ищи другого. Потому что тот Бог, который сегодня и сейчас в тебе... Выключите там что-то. Повыключайте все. Бог, Он хочет действовать в Своей силе. И Он хочет действовать в Своей славе. Если я не буду славить Его... Давайте откроем Деяние апостола, вторая глава, и будем читать. И наполнили все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух Святой давал им провещевать. Другими словами, Он не давал им другого. Смотрите, Он не давал им говорить о том, что они будут делать. Пророчества будут в свое время. Откровения будут для церкви. Но здесь им надо сделать пробуждение. Знаете, что сделало пробуждение? Как вы думаете? Выключи, пожалуйста. Как? Что сделало пробуждение? Хвала, скажи. Смотри, что делает Дух Святой? Они продолжают говорить, Дух Святой наполнил. Все пришли к шуму, и тишина. Приходишь в церковь, а тут все такие серьезные. Нет, они приходят, которые исполнились Духа Святого. И видят их, говорящих о чудных делах Божьих. И знаете, как это выглядело? Что это непонятно для всех окружающих, но понятно для меня. Понятно для того человека, который жил в той или иной стране. Я не знаю, о чем они говорили, но они говорили чудные дела Божьи, которые известны всем были. И это говорил Дух Святой. Пробуждение начинается с хвалы. Я вам хочу сказать, что некоторые берут хвалу и ставят на второе место. Твое пробуждение личное начинается с хвалы. Горе мне. Я человек с нечистыми устами. Живу среди народа с нечистыми устами. Знаете, когда мы встречаем так Бога, это ощущение такое, что Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не, Он помилует, Он коснется твоих уст. Но для того, чтобы ты хвалил Его. Потому что твое пробуждение начнется с хвалы. Бог живет среди славословий. Если твоя жизнь закончилась в славословиях, то есть славословия закончились в твоей жизни, значит, что-то здесь произошло. Слава Богу. Аллилуйя. Господь чудный, дивный Бог. Послушай, Бог, Он чудесен. В чем Он чудесен? Сегодня мы ехали. Столько аварий. А мы доехали. Аллилуйя. Есть за что благодарить. Есть за что радоваться. Есть за что сказать Господь спасибо. Каждый раз. Если я буду благодарить Бога за все, что Он делает в моей жизни. Знаете, мне нравится, когда мы благодарим Бога. Преуспевай в этом. Научись славить Его каждый день. Он создал тебя для своей славы. Вы знаете, когда женщина садит цветы, она не ждет, что вырастет трава. Что она ждет? Чтобы они пахли еще. Чтобы они были красивы. Если это выросла трава, она скосит ее. Вы знаете, Бог создал нас для своей хвалы. И если мы не приносим Ему плод, который должны приносить... Всякую ветвь, которая не приносит плод. О, хвала это плод. Это тоже плод. Это то, что мы приносим плод Богу. Почему? Потому что мы видим чудные дела Божьи. Но от этого мы еще и возрастаем. Потому что, когда мы хвалим, приходит рост в наше сердце. Потому что мы начинаем осознавать, что Бог действует. Он чудный. Мы растем в познании Его. И мы хотим видеть Его чудеса больше. Какое чудо сегодня было в вашей жизни? Вспомните. В вашем дне. Какое чудо было? Вы можете за Него сказать громко «Аллилуйя»? Ты точно вспомнил? Вы точно вспомнили то, что... Смотрите, когда мы славим Бога, я просто вспоминаю о чудных делах Божьих в своей жизни. Если у меня сегодня недостает силы, я вспоминаю о чудных делах Божьих, которые были у других. Я наслаждаюсь тем, что свидетельствуют братья и сестры. Потому что Бог живет среди словословий. Когда у меня нету хвалы, не будет пробуждения. Из всякого народа под небесами, когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение. Ибо каждый слышал, говорящий Его наречен. Каждый слышал свидетельство. Пробуждение начинается с хвалы. Знаете, кого они хвалили? Скажи, молодец, имя, Его имя Иисус. И все начинают спрашивать, кто этот? О чем они говорят? Кто это? И как Его узнать? Как нам прикоснуться к Нему? И Петр, ему легко стало проповедовать. Почва подготовлена. Вы знаете, что такое хвала? Это то, что подготавливает почву. Когда тебе рассказали об Иисусе в прославлении, в хвале, тебе хочется Его узнать. А если тебе... Вот у нас была такая песня, когда мы были в церкви. Как это? То, тому, кто коло тебе дай любовь. Тому, кто коло тебе дай любовь. И смотришь, и Он тебе дает, и что-то дает, и не дает. Понимаешь, Он не чувствует отношения. Но когда ты осознаешь, ты прославил Бога, и у тебя есть любовь Божья внутри себя, я понимаю одну такую вещь. Там не надо уже давать. Там у тебя есть любовь. Ты знаешь, кто дает эту любовь. И мы пели эту песню, знаете, и она вроде бы христианская песня. Дай любовь, дай любовь, дай любовь. А дай ее взять. Бог, который дает любовь, Он должен сначала тебе ее дать. Возьми ее у меня. Бог живет среди славословия. Ты должен принять ее. И это мы принимаем через хвалу. Смотрите. Там описываются все народы, и очень много людей пришло. И они всем засвидетельствовали на разных языках. Смотрите, что делал Дух Святой. Хвала, она делает силу свидетельства. Хвала подобающая. Если я прославляю неисполненный Духа Святого, Библия говорит, что они, когда исполнились Духа Святого, они похожими были на пьяных. Знаете, это было радостное событие. Веселое событие. Как на свадьбе. Они свидетели. Чудных дел Божьих. Вы знаете, интересная вещь. Когда Бог говорит о свидетельстве, Он говорит о хвале. Когда сойдет на вас Дух Святой, вы станете Мне свидетелями. Ты не можешь славить Бога без Духа Святого. Ты не можешь прославлять Бога собственным умозаключением. Тебе надо умолиться, как дитя. И стать таким снова. Но и умом тоже нужно славить и благодарить Его. Я говорю, как умом? Что сделал Бог в твоей жизни сегодня? Тебе есть возможность, за что славить Его? Что сделал Он? Но послушайте, бывает, надо стать ребенком, надо отдаться в руку Божью. И отпустите. Пускай Он славит через тебя. И этот момент, когда ты наполняешься Духом Святым, к тебе приходит сила. Я говорю о переживании, которым вы все испытывали, когда вы славили Бога, благодарили Бога. У некоторых приходили слезы, умиления. У некоторых приходила радость. И если на вас посмотришь, то скажешь, что эти люди, наверное, счастливы, пьяны или не знаю как. Что-то с ними происходит. То же самое происходит и с этими, которые отдают себя в руку Божью. Они счастливы чрезмерно. Они как пьяны. И я вам хочу сказать, что если мы уже не ищем этого, мы уже все наполнены, значит, у нас нет хвалы в наших устах. Я хочу пробуждения. Но пробуждение не начнется, если в нашем сердце нет славы Божьей. Вы знаете, религиозные люди описывают по-разному пробуждение. Лука описывает особым образом. Пробуждение началось с сошествия Духа Святого, говорения на иных языках. И проповеди Петра на тему «Вы убили Иисуса, которого мы прославляем. Вам надо покаяться». И мы будем славить того Иисуса. И вы знаете, самое интересное, это было живо для них тогда. Они и вправду были убийцами, по сути дела, или они участниками этого были, и они виноваты были в том, что не приняли Иисуса Христа. И теперь у них есть возможность принятия Иисуса Христа. Что у нас сегодня есть? У нас есть та же самая возможность. Давайте прочтем это. Вторая глава Деяния апостола. 37 стих. Библия говорит, они умилились сердцем. Что такое умиление? Слыша это, они умилились сердцем. И сказали Петру и прочим апостолам. Что нам делать? Что нам делать? Мужи и братья. У них задался вопрос, что же нам делать, если у меня нету хвалы, если я что-то сделал не так, если я согрешил перед Богом. Они только что с храма пришли. Они пришли на день Торы, на день поклонения, на день Пятидесятницы. Это день, который считался после Пасхи, когда Бог открыл Слово Божие для народа Израиля. И они думали, что они святые. И тут вдруг до них доходит, что они не то сделали, не так поступили, не то что-то сделали в своей жизни. Что нужно сделать было? Смотрите, что Петр говорит. Петр сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас. Знаете что? Крестница, это примит Иисуса Христа и начнет говорить об Иисусе Христе. Безумен Христа ради. Живет Христом Иисусом. Вы знаете, есть люди, которые об Иисусе только и разговаривают. А некоторые хотят познать Бога. Как бы познать Бога? Они приближаются, как бы. Но они не могут Его познать, потому что Библия говорит, почтите Сына, прославьте Его. И Он прославит вас. Со временем вы познаете Бога. Но если ты еще не познал Иисуса Христа, если ты не славишь Его всем сердцем, Бог живет среди словословий. Твоя жизнь должна почитать Иисуса Христа. Я должен славить всей своей жизнью на уровне духовном, душевном и физическом. И я хочу сказать, что словословие – это очень важно. в церкви и в служении, в доме и когда ты выйдешь на улицу, если ты благодаришь Бога. Вы знаете, кто из вас столкнулся с тем, что вам уже противны маты? Кому-то еще нет. Но если ты начнешь славить Бога, потому что мат – это хвала дьявола, слава дьяволу – это вызывание нечистых духов. Любой мат. И когда человек говорит для связки слов, он вызывает в свою связку. Христиане – они особые люди. Они чуть что, аллилуйя. Правда, да? Аж раздражает. Но лучше аллилуйя, чем… И я вам хочу сказать, что бывает, некоторым надо просто осознанно прийти в состояние хвалы. Потому что аллилуйя происходит тогда, когда мы злые. Аллилуйя приходит тогда, когда нам хочется на кого-то выругаться. Ох, аллилуйя, да. И оно так звучит еще. И вы знаете, хвала – это не есть подобающее. Это не то, что Бог желает от нас слышать. Мы хотим прославить Бога, и нам надо отдаться сердцем Ему. И тут написано, как, каким образом. Покайтесь. И что? И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. И получите дар. Подарок для прославления. Для хвалы. Дар для хвалы. Вы знаете, первое, что дает Дух Святой – это хвала. Потому что из деяния апостолов я увидел, что они были в страхе, в трепете, и у них не было хвалы, потому что у них не было Иисуса Христа, не было Бога. И тут вдруг у них излилась хвала. Первое то, что дает в нашу жизнь Дух Святой – это хвалу, благодарность за все, что Он дает, за все, что дал нам Иисус. И если в твоей жизни уже нету благодарности, то что-то, грех у ворот, проблема, еще что-то. Библия говорит, чистые сердцем Бога узрят. Что значит чистый сердцем? Смотрите. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь наш». И другими многими словами они что делали? Свидетельствовали и говорили, «Спасайтесь от рода сего развращенного». Люди развращенные. И они хотят, и они охотнее хвалят друг друга, но Бога не хотят. Охотнее благодарны друг другу, но Бога не хотят. Смотрите. Я хочу, чтобы мы открыли евреям еще, и я заканчиваю и буду подводить вас к одному, потому что Виталик сегодня уже проповедовал, да? Что-то схоже? Смотрите. 16 стих, 13 главы. «Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы угодны». Есть жертвы, которые угодны. Но перед этим 15 стих. Давайте прочтем. Итак. «Будем через Его непрестанно приносить Богу жертву хвалы». Непрестанно через Него приносить. Смотрите. Кто тебя спас? Кто тебя вывел из рабства? Кто тебя благословил? Кто тебе дал эту возможность сегодня стать перед Богом, стоять, молиться? Кто тебе дал эту возможность? Начни Его благодарить всем своим сердцем. И вы знаете, написано, что это жертва, которой есть плод уст наших. Мы не можем приносить сегодня жертвы. И Бог не принимает никакую жертву. Но вот эту жертву Он желает от нас принять. Жертву, которая является плод уст наших, которой есть хвала. Потому что этими устами мы должны славить Бога. И смотрите внимательно. То есть плод уст прославляющих кого? Скажи еще раз. Имя. Я одно имя знаю, которое мы должны прославлять. Я одно имя знаю, которое мы должны... Это не Иегова. И это не Иегова. Вы знаете это? Потому что свидетели Иегова прославляют Иисуса? Нет. Они прославляют Иегову. Имя, которое дано нам, это имя Иисус. И вы знаете, я столкнулся с тем, что дьяволу не нравится хвала, когда мы славим Иисуса. Почему не нравится? Потому что славой укрепляется народ. Хвалой укрепляется народ. И когда слава приходит в нашу жизнь, она дает нам силу. Послушайте. Когда тебе становится тяжело, и когда тебе сложно, включи помазанное прославление. и начни вместе с ними славить. У тебя все развеется. Твоя жизнь изменится. Вот поэтому нельзя пропускать прославление. Не опаздывать. Участвовать. Бог живет молодцы. Среди словословия. Он живет в этой среде, потому что он создает эту среду Духом Святым. И пробуждение начнется. Знаете, из чего? С хвалы. С прославления. Вы знаете, я не видел еще, чтобы пробуждение начиналось там, с какого-то движения. Всегда начиналась хвала. Где-то происходила хвала. Сильная хвала. И эта хвала делала пробуждение. Смотрите, пробуждение начинается с хвалы. В любом участке. Если вы встретите все пробуждения, в Торонто, которое было недавно пробуждение, другие пробуждения, они все начинались с прославления. Не пренебрегай тем даром, который Бог дал тебе. Ты единственный носитель хвалы. Даже если у тебя голоса нет и слуха. Понимаешь? Потому что Бог живет среди словословия, а не среди слуха и голоса. Потому что есть слух и голос, а петь не буду. Ему хвалу. Давайте еще одно место откроем Писание. И я уже полностью закончил. Первая Петра. Вторая глава. С первого стиха. «Итак, отложивший всякую злобу…» «Злоба». «Зло» – это кто? «Отложивший всякого ветхого человека, который у нас есть». «Всякое коварство» – это тоже кто? «Коварство» – это та личность, с которой мы жили. «Лицемерие». «Зависть». О, это личность. Всякое злословие. Послушайте мне внимательно. «Я не смогу хвалить Бога, если в моих устах нечистое есть что-то». Это все говорится к устам. Смотрите. Злоба, она всегда на языке. Коварство на языке. Лицемерие, оно приходит с уст. Мы говорим разные вещи лицемерные. Зависть. О, ее слышно. Но оно в глазах всякое. «Всякое злословие». Почему он подытоживает «всякое злословие»? Потому что все это злословие – это от того, что мы говорим. «Я не могу славить Бога, если в моих устах есть что-то нечистое». Я должен от этого, даже если я веду прославление, а тут я ругаюсь и злюсь на кого-то, высказываю кому-то или еще что-то. Никогда через меня не будет хвала от Богу. Я должен сначала покаяться. Вы знаете, я не могу сказать, что хвала может течь через тот источник, который нечистый. Надо сначала очиститься. И Петр, он правильно говорит им «покайтесь». И пускай источник очищется через Дух Святой. Покайтесь. И Дух Святой, Он очистит вас. Но смотрите, если я отдаюсь Духу Святому и не раскаиваюсь, и я говорю зло, и в моей жизни присутствуют на языке плохие слова, я не могу славить постоянно Бога. Непрестанно приносить жертву хвалы. О, я могу время от времени возбуждаться славой. И вы помните, когда Саул Библия говорит, что злой дух уже приходил от Господа в его жизнь. Но когда он входил в сон пророков, он прославлял Бога. Но это не меняло его, потому что надо было избавиться от этого зла, которое внутри. И первое, то, что мы должны сделать, мы должны отреться от того, что мы говорили раньше. Зло, которое было в нас, оно не может служить Богу. Я не говорю, что это всегда дьявол, это мы, это мы, которым нравится обижаться, быть недовольными, говорить неплохие вещи. Бог живет среди славословий. Где я что-то сказал, я говорю, Господи, прости меня, я хочу славить Тебя, я хочу хвалить Тебя, я не хочу находиться в таком же болоте, как все. не, не как все, мы же не такие, как мир. Правда? И смотрите, как в новорожденные младенцы, из уст младенцев и грудных детей, он устроил возлюбить, что, чистое словесное молоко. Вот, что я должен любить, посмотрите, для того, чтобы в моей жизни хвала еще пришла в мою жизнь, я должен славить его согласно Писания. Более того, я думаю, что Дух Святой, Он говорил о чудных делах Божьих, которые были написаны, что творил Иисус, которые даже не знали ученики, но то, что творил Иисус, написано. Это был Ветхий Завет. Бог живет среди словословий. То есть, другими словами, Слово Божие, оно помогает тебе хвалить Бога. Если ты пребываешь в этом слове, оно не просто помогает тебе, оно дает тебе силу. Но я не могу находиться со Словом Божиим, если в моих устах что-то гнилое. И вы знаете, вот это гниль, он говорит интересное, это, кстати, верующим написано, отложивший всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. Это уже четвертый год хождения с Богом. Я просто так утрирую, конечно, у некоторых второй, первый, у некоторых половинка, но тебе надо оставить все, возлюбить чистое словесное молоко и начать опять хвалить Бога, начать прославлять его. И знаешь, что, в твоей жизни что-то поменяется, зло уйдет потом самостоятельно. Библия говорит, противостаньте дьяволу, но первое, что нужно сделать, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. И вы знаете, у некоторых не хотят противостать своим бесам, злу, которое внутри. лучше ненавидеть, лучше обижаться, лучше злиться, лучше говорить негативные вещи, лучше думать плохо, лучше. И знаете почему? Потому что так легче. Легче говорить правду, как все говорят на улице. А Бог живет не среди этой правды зла, потому что Он не создавал зло. Он создал что? тебя для славы. Он создал твою жизнь для славы. И смотри, итак, новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Бог. Оказывается, это те, которые вкусили, должны оставить зло словие, всякое зло, бурчание, ропот, недовольство. Это зло словие. Вы знаете это? Ропот не царство Божие. Зла, обидчивость. Вы знаете, верующие не должны обижаться. Это, во-первых, вас разрушает. И всегда найдется тот, который будет обижать вас. И как правило, это даже Бог будет. Да, дорогой мой, да. Это знаешь, как на Бога обижаются, особенно сатана? Дьявол всегда обижается на Бога. Если мы на его стороне, мы такие же. ничего у него есть, а у меня нету. На кого обижен? Ты можешь рассказывать на кого. Это зависть, но это обида. И вы можете говорить многие вещи, но если у нас есть зло, оно будет воевать против нас. Оно будет воевать против того, чтобы ты хвалил Бога. и ты не сможешь славить его постоянно. В твоей жизни будет знать, что грех он не дает тоже славить Богу. Но послушай внимательно, мы избавляемся от грехов одинаково, как и от того, что должно приносить хвалу. Через покаяние. Невозможно вкусившим снова ругаться на Бога и говорить, что Бог не такой. Обижаться, быть недовольным, тем, что делает Бог в вашей жизни. Кто из вас обижается вообще в жизни? Есть такие? Расслабься, перестань. Начни жить в словословиях. Благодарить Бога. Как только ты начнешь жить в словословиях, как только мы начнем так жить, послушай, это верующим написано. Твоя жизнь поменяется. Слава Богу, у меня все лучшее, машина лучшее, жена лучшее, дети лучшее, внуки лучшее, все лучшее, аллилуйя, ты и Бог дал мне это. Я думаю, почему Ева долго не рожала после рая? как вы думаете? Мучиться страдать не хотела, потому что страдания будут в родах. Кто из вас хочет страдать по жизни? Благословение мы хотим иметь, но страдать не хотим. Но Библия говорит, что дети это благословение от Господа, но в родах страдают, переживают, и ты можешь страдать определенное время. Я вам хочу сказать, что когда в твоей жизни что-то происходит, мы несем это проклятие, мы не хотим, чтобы благословение пришло в нашу жизнь. Знаешь, почему? Потому что ты не хочешь страдать за благословение. Любое благословение, его надо выстрадать. Кто из вас знает это? Есть цена. И вот хвала, это цена, которую ты платишь. Поэтому написана жертва. ее надо родить. Когда тебе сложно, когда тебе тяжело, и тебе плохо, слави его. Похули Бога, и умрешь. Начни говорить негативно, и помрешь. Знаете, как помирает этот мир? Разлагается устами своими. Похули Бога, скажи негатив, скажи плохо. И они говорят, и они умирают. Но вы не для этого созданы. Мы созданы для славы Божьей. И вы знаете, мне нравится Давид. Он даже, когда был стар, у Давида была куча проблем, куча вопросов. Я думаю, что у человека любого есть, но он умел хвалить Бога. Правда? какой у него был особый дар? Он любил прославление. Он не только сам писал псалмы, правда? Он построил прославление в церкви. Не в церкви, в храме. Левиты там служили с хвалой уже. Он знал сердце Бога. Насколько мы знаем сегодня сердце Бога? Насколько мы чувствительны к нему? Мы живем среди славословия. И мы должны научиться хвалить. Люди славят его, люди прославляют его, но пробуждение начинается с хвалы. И вы знаете, когда люди, вот это 500 тысяч человек вышли на Майдан и славили Бога. Правда? Мурашки по телу и говоришь, все, пробуждение началось. Правда? Я вам хочу сказать, когда церковь начнет славить Бога так, что ее услышит весь город, тогда начнется пробуждение. Но это начинается с единичной хвалы, с каждого из нас. Если в моем сердце есть хвала ежедневно, если я это воспитываю через исполнение Духом Святым, чтение слова, пребывание в слове, избавление от грехов зло, которое внутри воюет против меня. Если я справляюсь с этим, пробуждение придет. Скажи аминь. Мы должны строить это пробуждение. Скажи, я буду строить. Вы понимаете, моя цель, моя проповедь, она должна была подвести тебя к тому, что мы делаем это пробуждение. Личной хвалой. Не группа прославления делает прославление. Вы знаете, у нас всегда в церкви было хорошее прославление. Кто бы не вел, знаете почему? Потому что я верю, что все начинается с хвалы. И не пение, потому что некоторые подменяют понятие, понятие пение под хвалой. Пение Богу и для Бога. И хвала это разные вещи. Я хочу, чтобы мы славили Бога. О чудных делах Божьих. Как дети, как новорожденные младенцы. Дьявол должен бежать от нас. Аминь. Начните безумно славить его, хвалить его. Как бы вам сложно не было. Начните этот день каждый день с хвалы. Вы помните, вы это делали когда-то. Я взываю к вашей памяти, к вашему настроению. И я говорю, слушай, возвратись откуда не спал и твори прежде. И вы знаете, я думаю, что это как той утренней звезде, та утренняя звезда, которая пала, падшая звезда, не та, которая как Иисус. Потому что в двух местах говорится утренняя звезда Иисус, который прославляет Бога Отца, правда? И утренняя звезда, которая должна была славить и находиться. о том, который был как бы заря, да, единицей зари, вот так, я извиняюсь, может чуть неправильно сказал. И Он должен освещать и просвещать нас. Правда? То есть другими словами, вспомни, откуда ты не спал и твори прежние дела. Но я хочу сказать, что Бог создал тебя для славы, устроил тебя. И в твоей жизни должно что-то поменяться. Твое мышление, твое понимание. Если ты станешь правильно перед Богом, Дух Святой наполнен, ты снова будешь радоваться перед Ним. Потому что некоторые проходят через трудности, но мне Бог сказал, что все, закончились трудности, тебе надо славить, тебе надо хвалить, тебе и тогда надо было хвалить, ты это делал, но теперь особо надо будет. Вы знаете это? Вам надо славить Бога будет, и нам надо, всем нам. Я не просто вам так говорю, я говорю откровение, которое мы должны нести. Бог живет среди его славословия. Давайте встанем. У нас у каждого есть, в чем каяться. Я вам серьезно говорю. Если вы говорите, что без греха, то вы обманываете. Но Библия говорит о том, что если вы остаетесь в этом, и вы не меняетесь, то хвала наша, она ветшает, и нам становится тяжелее. Тяжелее подниматься, а некоторые не смогут вообще подняться. Бог живет среди славословий. И некоторым надо сегодня покаяться и сказать, Господь, прости меня. Я не воздавал тебе славу. В финансовых это хорошо, слава, но есть уста, которые должны хвалить. Если ты такой важный, что ты уже по 10 тысяч жертвуешь в месяц, ты должен больше всего славить Бога. вы видели, я на ютубе видел, как евреи прославляют Бога. Не евреи, а негры, негры приносят десяти в танце с плясками. Так красиво. Я думаю, Боже мой, как младенцы и грудные дети. Но бывает это показушное, но когда у тебя на устах, в устах нет зла, самое основное, и когда у тебя и ты живешь Словом Божьим, то твоя хвала является подобающей. Надо что-то изменить в своей жизни. Вот эти перемены, давайте просто помолимся, чтобы Бог привел эти перемены в наш жизнь, принес эти перемены Духом Святым, наполнил нас. Потому что эта хвала должна быть в нас, в нашем сердце. Кому-то надо покаяться сегодня, сказать Господь прости меня, я осознаю, что я не был прав, я не всегда славил, я больше роптал, был недовольным, просил, нянчился, клянчил у тебя вместо того, чтобы хвалить. Потому что я знаю, что Бог дает все потребное для жизни и благочестия. Но когда ты начинаешь славить безумно Бога, то дьявол бежит. Дьявол убегает из твоей жизни, из жизни твоих близких, родных, как только в твоей жизни хвала останавливается, где-то зашел сатана, дьявол рядом, и он будет дышать тебе в спину. Похули Бога и умрешь. и все поменяется. Нет, я буду жить вечно. Аминь. Давайте молиться и благодарить Бога. Господь, я благодарю Тебя, я славлю Тебя за все, что Ты дал нам. В этом дне я благодарю Тебя за Твою милость, за Твою благодать, за то, что Ты ведешь, Ты останавливаешь, Ты благословляешь нас, Ты даешь силу. И я прошу Тебя, благослови нас и дальнейшим, Господь. И я прошу Тебя, прости нас, Господь, когда мы не воздавали Тебе всю славу и честь, Господь. Прости нас, Господь, когда мы неосознанно не шли, Господь, и не следовали за Тобой в том, что Ты определил для нас. И мы просим Тебя, пусть придет это пробуждение для каждого из нас в хвале, в славе, в поклонении Тебе. Пускай Твой прорыв придет в жизнь каждого из нас. Я благословляю Тебя и благодарю Тебя. И я славлю Тебя, великий Бог. Господь, мы ищем Тебя, мы знаем, что Ты дал нам это желание и жажду. И я прошу Тебя, пускай жажда, Господь, хвалы и славы придет, Господь, от Духа Святого наполнит нас, Господь. Я прошу Тебя, благослови. Благослови каждого из нас. И Ты видишь каждое сердце, Ты видишь каждого моего брата и сестру, у кого, кто страдает от определенных грехов, зла, которое преодолевает и одолевает их. Я прошу Тебя, защити их от зла, от всякого рода зла. И я прошу Тебя, милостью Твоей наполни во имя Иисуса. И пусть хвала Твоя будет в каждом из них. А я благодарю Тебя и славлю Тебя за Твою любовь. Прости, Господь, за всякий грех, всякую неправду, всякую ложь во имя Иисуса Христа. Всякое лукавство, зависть, то, что не превозносит Тебя, не славит Тебя, Господь. Прости, Господь. Дай нам, Господь, Твое слово, дай нам Твое откровение, чтобы следовать за Ним. А я благословляю Тебя и благодарю Тебя. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Все сказали Аминь. Отец, Сын и Дух Святой. Продолжение следует...